Для изготовления одинаковых макетов разработчики Adobe Illustrator придумали переменные. Переменные находятся на панели Variables. Если вы собираетесь делать макет визитной карточке для сотрудников компании, вам надо воспользоваться этими функциями. Переменными бывают для текстовых фрагментов. Это фамилии, имена или должности сотрудников. Переменными могут быть также фотографии. Но самые часто используемые переменные, конечно, это текстовые переменные. На Variables я пока показываю, как их создавать. New Variable. Несколько таких переменных я сейчас создам. Значок, кружок с перечеркиванием, это без какого-либо направления переменные. Чтобы изменить свойства переменных, надо выполнить двойной клик по кружочку. Обязательно можно задать имя и очень важно выбрать тип переменных. TextString. Текстовые переменные. Самые часто используемые и идеально работающие. Окей. Такой значок в виде буквы Т. Двойной клик по следующей переменной. Можно выбрать, например, для связанных фотографий переменную. Но здесь есть пока некоторые проблемы. Двойной клик по кружочку можно также выбрать для диаграмм переменные. И еще один вид это Visibility. Это чтобы создавать какие-то презентации. То, что мы в иллюстраторе довольно редко делаем. То есть из четырех видов мы чаще всего пользуемся текстовыми переменными. Как все делать? Я открою уже готовую иллюстрацию. Наверняка вы создадите сами и сделаете с удовольствием это. Но я сейчас покажу то, что у меня уже есть. В папке переменные. Допустим, приглашение. Хочу пригласить на свадьбу, друзей и так далее. Давайте следующий год уже поставим. И макет готов. Я просто хочу добавить имена. Допустим, я беру текстовый инструмент, делаю просто клик и набираю, кого я приглашаю. Пусть это будет Никита и Ольга. Никита и Ольга. Выделяю эти имена, выбираю любой шрифт. Можно скачать дополнительные шрифты, выбирать любой кегль, любое начертание. И для этих имен, для этих гостей я хочу создать переменную текстовую. Я создаю переменную. Двойным кликом по кружочку преобразовываю переменную в текстовую. Это очень важно. Называю, допустим, пусть это будет называться гости. Обязательно выделяю текст. Синим цветом выделяю созданную текстовую переменную. И важнейший шаг с помощью вот такой кнопки Make Text Dynamic. Делаю этот текст динамическим. Это очень важно, иначе процесс дальше не пойдет. И для Никиты и Ольги я хочу создать папку с данными. Папку с данными. Никита, Ольга. Переменная уже создана. Я просто нажимаю на фотокамеру. Дата-сет это папка с данными именно для Никиты и Ольги. Это одна пара приглашена. Еще раз хочу еще-еще гостей приглашать. Допустим, пусть это будет Андрей и Елена. Можно и без пар отдельно приглашать. Андрей и Елена. Вот плюсик у дата-сет ни в коем случае нас не устраивает. Это значит, что первая папка данных изменена. Ни в коем случае. Первая папка данных это для Никиты и Ольги. Мы не имеем права что-либо здесь менять. Для Андрея и Елены мы создаем вторую папку данных. Еще раз нажимаем на фотокамеру. Вторая папка данных для Андрея и Елены. Еще-еще пригласим гостей. Пусть это будет Олег и Тамара. Для Олега и Тамары я должна создать третью папку данных. Если я сейчас с помощью этих стрелочек начну перелистывать, то я увижу, как все меняется. Никита, Ольга, Андрея, Елена и Олег, Тамара. И так далее. Можно так продолжить сколько угодно. Переменные сделаны. Текстовые переменные. Они динамические. Это очень важно. Я сейчас хочу создать макрокоманду для экспорта этого файла. Знаете, хочется экспортировать в JPEG-формат. JPEG-формат для рассылки. Что я сделаю? На Actions нажму пятую кнопку. Назову, допустим, приглашение. Приглашение. Рекорд. И после кнопочки рекорд я записываю шаг экспорта. Экспорт as. Экспортировать как. И, допустим, выбираю... Здесь я специально папку создала. Папку приглашения. Папку приглашения. Экспорт. Пусть будет с максимальным качеством, но для экрана корректнее будет цветовая модель RGB. Невысокое разрешение, чтобы легко открывалось приглашение на любом компьютере. Всё. Останавливаю запись. Я уже записала шаг экспортирования. А как нам сейчас распространить этот шаг для каждой парочки, для каждой папки с данными? Чтобы распространить эти шаги, мы, внимание, в меню панели Actions выбираем самую последнюю команду. Батч. Это автоматизация. И здесь, в диалоговом окне, конечно, выбираем папку, выбираем нужную макрокоманду приглашения. И далее, очень важно, мы перераспределяем этот шаг экспорт. Куда попадёт каждое приглашение после экспорта? Выбираю сама. Пусть попадёт туда же, где я сохранила уже в процессе создания макрокоманды. Вот пусть сюда попадёт. Выбор папки. Папка приглашения. Кстати, я хочу очень важный момент ещё показать. Сэрс. Источник. Что я перераспределяю? Что я подчиняю этой команде автоматизации? Источник – это Data Sets. Папки с данными. Это важнейший момент. Имена, пусть будут как есть, это имя файла приглашения, плюс очередной номер. Окей. Процесс пошёл. Посмотрим, как дела в папке сейчас. У нас переменные, приглашения, и я вижу три новых файла. Но почему-то без расширения. Обычно расширение, и тем более растровые форматы показывают какие-то эскизы. А здесь без расширения. Как нам быть? Конечно, я могу выполнить двойной клик, медленно два клика, в конце поставить точку и набрать JPEG. Это можно делать вручную. Но это очень долгий процесс. Чтобы ускорить процесс, я рекомендую себе скачать бесплатное приложение EntryNamer. Это бесплатное приложение. И в этом приложении вы можете переименовать, точнее задавать нужное расширение, огромному количеству файлов. Добавить папки или добавить файлы. Пожалуйста, выбирается любая команда, и вы идёте к нужной папке. Моя папка – это приглашение. Затем действие. Здесь изменение расширения. И, внимание, в поле мы набираем формат JPEG без точки. Это очень важный момент. Без точки. После этого нажимаем кнопку «Начать». Возвращаюсь к файлам и вижу и здесь, и в папке, что все файлы уже имеют расширение и уже имеют эскизы. Иногда бывает так, что нам передают уже целый список фамилий сотрудников. И мы не хотим каждый раз в программе Illustrator это вручную набирать. Очень хочется этот список сразу импортировать в программу Illustrator и создать переменные. Но программа Illustrator, точнее variables, импортируют, загружают только XML-файлы. Как получить XML из списка сотрудников какой-то компании и смело импортировать в Adobe Illustrator? Чаще всего нам передают файлы в формате Excel. Мы Excel запускаем, выделяем всех сотрудников, все строчки и копируем. Далее, очень рекомендую воспользоваться на Google, на сайте Google, вы можете просто набрать MrData Converter и открыть такое вот бесплатное приложение. То, что мы скопировали в программе Excel или в любой другой программе, мы сюда вставляем, вставить в верхнее поле MrData Converter. А вот в нижнем поле Output As выводить как? Мы выбираем строго XML Illustrator. XML Illustrator. Все получилось, но как сохранить? Нам нужен именно формат XML для импортирования в Illustrator. То, что у нас получилось в нижней части, мы выделяем и копируем. Нам надо поставить этот текст в такое приложение, которое позволит уже сохранить XML файл. Есть такое приложение Notepad++, тоже бесплатное приложение, вы можете смело скачивать, не занимает много пространства. И здесь в новом документе вставьте Ctrl V. И, наконец, в Notepad++ вы можете выбрать функцию сохранить как? И, выбрав нужную папку, пусть это будет наша папка переменная, вы можете выбрать абсолютно спокойно любой путь и сохранить, где положено. Я поставлю сюда флористику. И, очень важно, выбираю формат XML. Это предпоследний формат в списке тип файла. Сохранить. И чтобы эти фамилии уже импортировать в Illustrator, я открою готовый макет визитной карточки для этой компании флористика. Я сюда поставлю флористика, пожалуйста. Здесь уже есть отдельные текстовые фрагменты. Я просто вместо таких вот слов, фамилии, имя, отчество, хочу поставить настоящие фамилии, имена и отчества этой кампания через XML файл. В меню выбираю Load Variable Library и ищу свой XML. Где сохранила, там и ищу. Моментально появились первые же данные Иванов, Иван Иванович и так далее. Но эти переменные обязательно должны быть динамическими, иначе процесс не пойдет. Я выделяю фрагмент фамилии. Синим цветом выделяю Иванов, делаю этот текст динамическим. Выделяю имя, выделяю Иван, делаю динамическим. Отчество, Иванович, динамическое. И чтобы запустить весь процесс, создаю первую и здесь единственную папку с данными. Все. Перелистываю и вижу, что процесс пошел. Вон целая кампания сотрудников, и у меня уже все переменные довольно быстро сделаны. Я могу записывать процесс сохранения в PDF, допустим, для печати PDF очень подходит. На Actions нажимаю пятую кнопку. Это пусть будет, значит, визитка, просто визитка назову. После Record я записываю единственный шаг сохранить как PDF. Просто PDF. Здесь, как правило, мы оставляем то, что есть, то, что предлагается для конкретной версии Adobe Illustrator. Quality, качество. И, пожалуйста, Illustrator Default. Возможно, вы захотите какие-то метки, обрезки поставить. Вы все это должны уточнять у технологов типографии. И нажимаю сохранить PDF. Все. Мне надо было записывать именно этот шаг. Останавливаю. Посмотрим, как дела у нас в папке. Флористика. Да, сохранен PDF, все на месте абсолютно. И сейчас я хочу все эти шаги перераспределить для всех сотрудников. Перераспределение визитки для всех сотрудников. Это в меню панели Actions, команда Batch. На сей раз не Override Action Export. Экспорт уже не нужен. У нас сохранение. Save. Сохранение. И выбираю путь. Путь будет тот же путь, где и я сохранила сейчас. Переменные. Флористика. Пожалуйста. Вот так. Сделаем. Флористика. Выбор этой папки. Обязательно. Source. Источник. Data sets. Папки с данными. Окей. Все работает за считанные секунды. За нас все создается. Но мы не забываем, что создаются файлы без расширения. И, в общем-то, не очень легко с такими файлами работать. Они все создаются моментально, все видно. Я крупные значки покажу, чтобы вы видели, что, увы, здесь не все понятно. Непонятно, какое расширение и какой формат у этих файлов. Чтобы все работало корректно, мы уже знаем, к какому приложению обращаться. Предыдущие файлы в приложении EntryNamer я удалю. А сюда добавлю уже файлы. Не папку, потому что в папке есть XML, PDF. Я именно файлы хочу сюда добавить. Файлы. Пусть это будет, значит, куда я поставила все. Флористика. Из папки флористика. Вот столько файлов выделяю. Действия на сей раз просто PDF. Без точки, не забываем. Начать. Все готово. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok